Сейчас, когда я говорю об этом, я хочу вспомнить об одном случае, который со мной произошел в конце 90-х годов, и который все поставил точки над «и», и как бы этот случай подтвердил мне, что я совершенно прав, что я отошел от дружбы с нашей политической элитой. В конце 90-х годов меня еще пускали в Америку, в город Бостон, в Бостоне есть такая гостиница «Egency Hyatt», я когда приезжал в Бостон с гастролем, я часто становился там. И вот я приехал в эту гостиницу, и вдруг, когда еду на свой этаж, меня топ-менеджер сопровождает, я смотрю, написано по-русски «не курить». Я понял, что очень много русских в гостинице. Американцы же не знают, что мы знаем, что значит «нел смокинг», они думают, что это не ходить в смокинге для русских. Они написали по-русски «не курить». И вдруг, когда я спускаюсь, уже на концерт иду, ко мне подходит внизу, в том месте, которое сегодня по-русски называется отвратительным словом «лаби», значит, ко мне подходит человек, американец, седовласый, такой похожий на Джеймса Бонда постаревшего, и говорит, что не задоров, я говорю, да, откуда вы меня знаете, но он явно американец. Сейчас видно сразу, он говорит, я возглавляю департамент ЦРУ по изучению России. Я вообще обомлел. Такое знакомство, у меня всякие знакомства были, но такого у меня еще не было. Я ему говорю, у меня бы раньше расстрел был за то, что я с вами сейчас поздоровался. А он говорит, да ладно, времена изменились. И дальше фраза, которую я не забуду никогда в жизни. Мы, 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 он так и сказал, мы проводим конференцию русских политиков и бизнесменов. Вы можете об этой конференции узнать. Вы можете найти о ней в интернете все сведения. Просто о ней сегодня замалчивается. О ней никто сегодня ничего не говорит, как будто этой конференции не было. И он мне говорит, вечер, да, он страшную фразу мне сказал, мы, я говорю, откуда вы меня знаете? Я спрашиваю, откуда вы меня знаете? А он мне говорит, я по вашим выступлениям изучаю психологию русских. Я говорю, вы меня сейчас к предателю приравняли практически. Я теперь буду думать, когда выступаю, когда критикую наших. Он говорит, да ладно, времена изменились. Давайте, у нас сегодня, говорит он, в закрытии конференции, я вас приглашаю, попьем чаю вечером вот здесь в ресторане гостиницы. Ну, в общем, он скупердяй оказался редкий. Действительно, как чай обещал, так и только чай поставил, даже булочки не купил. Но я видел всех, как он и сказал. Я всех видел будущих демократов. Я видел будущих олигархов. Я видел бизнесменов. Они все были на этой конференции. И сегодня, когда я на многих из них смотрю, говорю, ну, я же понимаю, почему реформа образования вот такая. Да потому что вы там были, кто это образование, реформы сегодня внедряет в Россию. Я понимаю, почему расформировывается Академия наук. Потому что вы там были, кто сегодня этим занимается. И мне этот ЦРУшник говорит, многие из этих ваших людей настолько умны, он мне вешает лапшу на уши, ЦРУшную свою. Говорит, что читали у нас лекции. Какие они лекции могут читать? Они получали по 30-50 тысяч долларов за лекцию. Вот это и есть агенты влияния, которые непрямым путем получали бабки. Вот так вот в конверте через почтовый ящик под пенек засовывали. Навро, другие технологии. Подошел бывший вице-премьер. Обнялся с ЦРУшником. Приобнялись они по-пацановски. Потом мне говорит, а ты не боишься? Я говорю, я боюсь. Ты бывший вице-премьер, нормально? И ты мне говоришь, мне, я фуфло полное по сравнению с тобой. Подошел Боря Березовский. Приобнялись. Он не стал меня предупреждать, Боря, потому что у Бори нет дружбы. У него не было дружбы, у него была только целесообразность. И любовь и та с предоплатой. Жалко, мне, кстати, жалко. Он хороший ученый был когда-то. Но встрял, просто вступил в политику и весь измазался. И подошла наша демократка одна, элегантная, красивая. И рассказала ЦРУшника, только не тот же ЦРУшник покраснел. Вот это была у меня гордость, обуяла меня за русских женщин, который не только коня на скаку остановит, но еще и ЦРУшника в краску вогнать может. И он мне говорит, ЦРУшник, мы знаем все, сказал он, кто убил Листьева, кто убил Старовой. Я говорю, вообще-то мы все тоже это знаем, умные люди. Те, кто заказали Листьев, между прочим, на вашей конференции, сказал я здесь присутствую. Он малость завис от такой наглости моей, что вот так вот в открытую я это заявил. А он говорит, мы только не представляем, кто будет президентом России. Вот как ваше мнение об этом? И вот все время пытался меня, а я тоже откуда я знаю? Я говорю, я могу пошутить, и шутка сбудется, это дело другое.